Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Разрешите вам представить доклад на тему ПЭТ-КТ с различными радиофармпрепаратами в диагностике нейроэндокринных опухолей. Уже не секрет, что позитронно-эмиссионная томография является современным стандартом молекулярной визуализации данной группы новообразований. И основные радиофармацевтические препараты можно разделить на три группы. Это синтетические аналоги органических веществ, которые участвуют в реакциях обмена веществ, меченые пептиды и меченые антитела. На сегодняшний день в Российской Федерации доступны четыре радиофармпрепарата. Это фтор-дофа, синтетический аналог предшественника норадреналина, в основе фармакодинамики, которого лежит способность клеток нейроэктодермального происхождения к продукции катахоламинов и их депонированию в секреторных гранулах. Меченые галием конъюгированные пептиды – это дота-тейт и дота-нок, которые обладают свойством к специфическому связыванию с аматостатинными рецепторами по типу замок-ключ. Ну и всем известная фтор-дезоксиглюкоза в основе фармакодинамики, которой лежит способность опухолевых клеток увеличивать количество белков-транспортеров и также рост активности фермента гексокиназы. Фтор-дофа показаниями к ее применению являются выявление и оценка распространенности, а также оценка эффективности лечения нейроэндокринных образований. Кроме того, дифференциальная диагностика очаговой диффузно врожденной гиперплазии бета-клеток поджелудочной железы у детей. Критериями отбора пациентов для диагностики является высокая дифференцировка и отсутствие аматостатиновых рецепторов в образованиях. Наиболее эффективно ПЭТ-КТ с данным радиофармпрепаратом при инсулиномах, феохромоцитомах, рецидиве модулярного рака щитовидной железы и диагностике очаговой формы врожденного гиперинсулинизма. На слайде представлена демонстрация исследования с данным радиофармпрепаратом. Мы видим четкое накопление опухолевого мочега, что подтверждается при оперативном лечении. В 2016 году, согласно рекомендациям Европейского общества по изучению нейроэндокринных образований, ПЭТ-КТ с вмеченными пептидами признана самой эффективной для проведения топической диагностики и оценки распространенности всех гистологических типов нейроэндокринных образований, за исключением инсулином. Чувствительность ПЭТ-КТ у больных инсулиномами не превышает 25%. Если представить себе как строение галии конъюнгированных пептидов, то вот как представлено на схеме, в качестве изотопа используется 68-й галия, это радионуклид с периодом полураспада около 68 минут. Это генераторный изотоп, производится с помощью германии галевого генератора. ТЭИТ и НОТ – это синтетические аналоги соматостатина, пептиды, которые с помощью дотахилатора или химического мостика связываются с радиоактивным металлом и пептидом. Ну и сама мишень – соматостатиновые рецепторы. В нашем центре имеется большой опыт использования дотапептидов. С 2015 года обследовано более 1100 пациентов. Критериями отбора для исследования является высокая дифференцировка опухолевых клеток. И опухоли с гиперэкспрессией соматостатиновых рецепторов второго типа предпочтительно выбор ДОТА-ТЭЙТ. Если преобладает экспрессия второго, третьего или пятого подтипов, то препаратом выбора может быть НОК. Пациенты, которые получают лечение аналогами соматостатина, необходимо опомнить, что ПЭТ-КТ выполняется на последней неделе перед введением актриотида. Если используется актриотит короткого действия, то отмена его производится за сутки до проведения исследования. Позвольте представить некоторые наблюдения использования ДОТА-пептидов у пациентов. В данном случае на слайде представлен пациент, у которого проводился поиск первичной опухоли с помощью ПЭТ-КТ с биолобарным поражением печени. Вы видите метастатическое поражение печени, активный захват радиофармпрепарата и дополнительно выявлено ТОТ-позитивное образование в тощей кишке. Другой пример, когда у пациента с установленной нейроэндокринной опухоли подвздошной кишки проводилась оценка распространенности опухолевого процесса до оперативного вмешательства. ТОТ-позитивный очаг правой подвздошной области признаков метастазирования не выявлено. Данный пример демонстрирует оценку распространенности опухолевого процесса у пациента после комбинированного лечения нейроэндокринного образования тонкой кишки. Виден генерализованный процесс. Определяется метастатическое поражение ретробульбарной клетчатки, перикарда в печени и также метастазы в кости и лимфоузлы выше и ниже диафрагмы. Поскольку соматостатиновые рецепторы в норме могут быть представлены в различных органах и тканях, кроме того, гиперэкспрессия характерна для активированных макрофагов, то есть они могут наблюдаться и в участках воспаления, и реактивных изменений, то некоторые диагностические находки, особенно у пациентов, которых в анамнезе есть нейроэндокринное образование, нужно трактовать очень аккуратно. Что демонстрирует данный слайд? Вот мы видим обратное развитие инфильтративного туберкулеза с формированием туберкулёмы у абоцеллярной больной. Видим активный захват по верхушке лёгкого как дотапептида, так и фтор-дезоксиглюкозы. Кроме того, накопление галлийдота-тэйта в гемангиоме и отсутствие накопления с фтор-дезоксиглюкозой. И, кроме того, гиперфиксация фиброаденомой молочной железы у пациентки с нейроэндокринным новообразованием прямой кишки. ПЭТ-КТ с фтор-дезоксиглюкозой в диагностике НЕО используется ограниченно. В основном это нейроэндокринные раки и нейроэндокринные опухоли с КИ-67 более 10%. С учётом гетерогенности новообразований и при КИ-67 больше 10% лучше использовать комбинированное исследование с двумя радиофармпрепаратами. Это дотапептида и фтор-дезоксиглюкоза. И, как показывает анализ работ, за последние 3-4 года такой подход является весьма эффективным. Здесь бы мне хотелось продемонстрировать динамику метастатического очага на фоне терапии аналогами саматостатина. То есть мы видим изменение плотности рецепторов в очаге до начала лечения. Активное накопление в метастатическом очаге в печени в процессе лечения накопление исчезает. И уже примерно через год мы видим накопление фтор-дезоксиглюкозы в данном очаге. Также хотелось поделиться интересным наблюдением на поиск первичного очага у пациентки с двумя радиофармпрепаратами. Пациентке с 67 лет при диспансеризации было обнаружено образование левой молочной железы. При трепан-биопсии получены клетки инвазивной карциномы. Далее у нее по данным КТ было выявлено вторичное поражение печени и костей. Была проведена биопсия образования печени. Это метастаз карциномы. Пациентке была назначена полихимиотерапия. Проведено три курса по данным КТ без положительной динамики. В результате было решено пересмотреть препараты и, соответственно, пересмотр выявил, что иммунофенотипы полученного материала соответствуют высоко дифференцированной нейроэндокринной опухоли молочной железы и метастазу в печень. После более подробного изучения анамнеза настоящего заболевания было вынесено предположение о том, что изменения в молочной железе печени и костях носили вторичный характер. Поэтому пациентке было изменено лечение и рекомендовано проведение ПЭТ-КТ всего тела с двумя радиофармпрепаратами с целью поиска первичного очага. Результаты этого исследования вы видите на данном слайде. То есть совершенно очевидна разница в уровне накопления дотапептида и втордезоксиглюкозы. Мы видим слабое накопление втордезоксиглюкозы в метастатическом очаге и практически полное отсутствие в других очагах. Слабое накопление в очаге в молочной железе, в костях и лимфоузлах. Кроме того, у этой пациентки дополнительно было выявлено ТТ-позитивное образование в теле поджелудочной железы, что, возможно, соответствует первичной опухоли. Если говорить о рациональном выборе радиофармпрепарата для проведения ПЭТ-КТ, то, к сожалению, таких критериев на сегодняшний день не существует. Поэтому в своей клинической практике мы предлагаем следующий алгоритм, который, в общем-то, основывается на данных патоморфологии. В данном случае, если пациент до лечения, и у него имеются клинико-лабораторные признаки карциноидного синдрома, то на первом этапе выбираем дотапептид на выбор, какой доступен. При отрицательном результате можно подключить в ТОР-ДОФУ. Если это верифицированное НЕО с известной локализацией стадии, и КИ-67 меньше 10%, то, опять же, дотапептид на выбор. Третья группа, она наиболее сложная. Если это верифицированное НЕО с известной локализацией стадии, и КИ от 10 до 55%, то в данном случае к дотапептиду лучше подключить в ТОР-ДЗОКСИГЛЮКОЗУ. Ну и если верифицированное НЕО с известной локализацией стадии, то ИКИ больше 55%, то в данном случае здесь лучше работает в ТОР-ДЗОКСИГЛЮКОЗУ. Ну и в заключении я бы хотела сказать, что выбор радиофармпрепарата для ПЭТ-КТ должен осуществляться с учётом знаний о дифференцировке опухоли, её функциональной активности, данных о наличии и типе соматостатиновых рецепторов. Нейроэндокринное образование G2 и G3 – крайне гетерогенная группа заболеваний, характеризуется вариабельностью экспрессии соматостатиновых рецепторов нередко у одного и того же пациента в разных опухолевых очагах, особенно у больных, длительно получающих лечение аналогами соматостатина. Ну и, к сожалению, на сегодняшний момент нет чётких пороговых критериев КИ-67, которые бы определяли выбор радиофармпрепарата. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...